записали барабаны и бас сейчас пишем гитары первый куплет как обман второй куплет как штиль третий куплет как бесы надеюсь что буду сидеть в студии заниматься сольным альбомом сегодня хочу успеть песню которая называется министритер министритер всем привет с вами снова виталий тандырщик но сегодня мы там берет не будем поэтому я просто виталий дубинин и хотя карантин закончился сердце требует что-то такого вспомнить как это было в прошлом году поэтому сегодня опять будет у нас кулинарный блок и какое блюдо приготовить банального чего-то не хочется моих этих гаджетах тандырах как еще называется неважно сегодня не будем готовить будем готовить дома на сковороде что мы будем готовить испанское блюдо поэрия то есть испанская каша с морепродуктами я конечно шучу что это не каша да это блюдо из риса с морепродуктами почему называется паэлия по моему я слышал что по названию сковородки наверное сковородка по испански такое это напоминает короче нам нужно будет глубокая сковородка овощи помидоры чеснок лук перец морепродукты кольца кальмара креветки мидии и их уже предварительно отварил лангуштины у меня есть специи травы и рис не длиннозерный белый среднезерный рис арборио и самое главное приправа это шафран шафран без которой говорят поэлии невозможно чуть не забыл даже есть у меня необходимый ингредиент испанская колбаса чоризо или чоризо я не в курсе но продается тем не менее у нас написано чоризо колбаса сырокопченая вот из этого всего будем готовить виталий расскажите как идет подготовка к туру гости царства теней подготовка к туру идет полным ходом мы завтра будет репетиция первое и единственное в смысле в полном составе до этого миша один очень много репетировал выезжал даже разные города пробовал там поскольку все площадки разные там все подвесы разные будет и прочее вот а завтра мы уже сделаем генеральный прогон и 27 мы выезжаем нижний новгород 28 1 концерт 29 2 но еще как идет подготовка я не знаю мы некоторые из нас ездили на на мосфильм а нет вам хат горького миша еще кто-то то ли сергей то ли в володе примеряли еще какие-то костюмы дополнительные которые будут на концертах а так мы ну как вы успели наверное заметить мы очень активно нам сказали что мы должны быть максимально заросшие и выглядеть очень неприятно но собственно это всегда у получается поэтому в этом смысле подготовка идет полным ходом и так чего мы начинаем прежде всего начинаем с шафрана то есть со специи вот этой замечательной достаем буквально такие пол грамм или грамм чтобы все получилось хорошо надо залить это горячей водой дать настояться кое-где я читал что можно залить водкой но водки у меня нет и вообще это не наш метод вот получается такой цвет желтый пускай настаивается а дальше наливаем на сковородку оливковое масло ложечки 3 столовые включаем плиту бросаем краски допустим чабрец розмарин все все это нагреется и будет обжаривать морепродукты то есть креветки и кольца кальмара обжаривать их надо недолго обжарим потом вытащим было где или тассы запах замечательный. Я сегодня опять без капака, но если ничего страшного, все равно у меня волки приклеены, они ненастоящие, поэтому все будет хорошо. Убавляем огонь. Как прошел концерт группы Маврин? Концерт группы Маврин прошел очень хорошо. Я очень рад, что он меня туда пригласил. Было весело, драйвово. В общем, шикарная клубная атмосфера. Я очень рад, что проучаствовал в нем. Когда будет новый арийский альбом? Я не знаю, мы об этом не думали и пока вообще не разговаривали даже приблизительно на эту тему, поэтому ничего пока вам сказать не могу. Так, речки я пожарил. Вытаскиваем из сковородки. Некоторые говорят, что надо солить, перчить, а я думаю, что и так будет хорошо. Теперь забрасываем в кольцо кальмара. Тоже где-то минуты на 2-3. Все морепродукты, если их долго жарить, они становятся очень твердыми, как будто резинами. Поэтому все будет у нас быстро и неприружденно. Конечно, я все кальмары использовать не буду, но куда они у меня теперь? Сейчас я их тоже обжарю и вытащу. Некоторые говорят, что можно сухое вино добавлять, но я побаиваюсь что-то. Так что обойдемся без вина, по-простому. Совсем чуть-чуть перчика. А вообще я передумал и чуть-чуть вина добавим. Чтобы было как в Испании, короче. Вино у меня, правда, не испанское. Обычное российское пиногречо. Ну, в смысле, не российское, а итальянское. О, что вы! Сейчас пока буду готовить. Еще отхлебну сам, наверное. Или не надо? Не надо. Запахам все лучше и лучше. Что вы, ребят? Сейчас жидкость чуть-чуть у нас выкипет и будем доставать. Прошло где-то 2 минуты, но еще минутку. Кольца кальмара достаю. Виталий, расскажите, как родилась идея исполнить песню «Как молоды мы были» на квартирнике у Маргулица? Все подобные идеи, как я уже много раз говорил, принадлежат не нам. Нам позвонили с, как сказать, продюсером Аргульника и сказал, что... Ой, Маргульник, квартирник. И сказал, что есть вот такая идея на передаче, посвященная Дню космонавтики и параллельно творчеству Александры Пахмутовой и Николая Добронрава. Они, не можете спеть какую-нибудь песню? Я подумал, ну если вот предложат, как молоды мы были, я соглашусь. Он говорит, ну... Я говорю, а какую песню предлагаете нам сыграть? Они говорят, как молоды мы были. Я говорю, ну, я попробую уговорить своих одногруппников. Пришел на репетицию, говорю, вот есть такая идея спеть на квартирнике у Маргулица такую песню. Все говорят, ты чего, с ума сошел? Я говорю, ну, а чем плохо? Я говорю, да не, это вообще какая-то подстава. Я говорю, я уже все придумал. Первый куплет как обман, второй куплет как штиль, третий куплет как бесы. Давайте хотя бы попробуем. Попробовали, полчаса и все получилось. Так, теперь режу репчатый лук. Достаточно мягко. Добавляю еще немного оливкового масла. Сейчас бросаю туда лук. Сейчас мы порежем чеснок. Чеснок у нас молодой. Три штучки достаточно будет. Сейчас, когда лук немножко захватится, добавим чеснок. А, теперь нам понадобится колбаса, вот эта замечательная колбаса. Испанская, которая называется чоризо. Нарезаем ее. Собака захотела колбасы. Я не дам. Я, вернее, когда закончу съемки, я тебе дам. А то будет меня ругать. Ну, совсем чуть, да. Погодим. Порезали колбасу. Так, добавляем сюда колбасу. Тем временем режу помидорчик, предварительно сняв с него кожу. Сейчас, секундочку. Забуду бросить лук. Ой, чеснок. Наставить чеснок. Второй помидорчик. Говорят, надо вынимать семечки. Но это выше моих сил я не смогу. Поэтому, я думаю, и так съедят. Отправляем сюда помидоры. Так, режем помидор. Ой. Перец. Я режу достаточно крупно, чтобы было видно, чтобы было похоже на перец. Извините. Простите. Так, отправляем сюда же. Теперь, какую еще специю надо? Кроме шафрана положить, все рекомендуют класть копченую паприку. Вот у меня есть копченая паприка. Я не очень сильно ее буду. В пределах разумного. Сейчас перемешаю все. Пахнет вкусно. Виталий, как дела с сольным альбомом? Дела шикарно. Все продвигается. Записали барабаны и бас. Сейчас пишем гитары. Но это еще ничего не значит. Потому что схема написания песен прежняя. То есть, слова я не пишу. И я думаю, что будем ждать тексты. Они родятся не завтра и не послезавтра. Вот. Но я очень надеюсь на то, что время выпуска альбома может стать делом обозримого будущего. Лежать. Давай. Какие планы у группы Ария на этот год? На этот год планы у группы Ария играть концерты. Как можно больше концертов. Других планов пока у нас нет. Вообще в паэлью можно класть все что угодно. Это как у нас есть блюдо сборная солянка. Или как в народе называется мама помыла холодильник. Так здесь тоже. Можно колбасу, курицу. Курицы я добавлять не буду. Считаю, достаточно будет морепродуктов и вот этой колбасы для того, чтобы окунуться в атмосферу Испании настоящей. Уменьшим огонь. Будем добавлять рис. Рис в паэлью не промываем. Где у меня рис был? Ну-ка поподробнее. Алиса, я тебе потом скажу, что я имел в виду. Хорошо, буду ждать подробностей. Вот так. Подруга моя. Шаг. Что за подруга? Алиса, спасибо большое. Закончили. Как я уже сказал, рис не промывают. На такую сковородку мне понадобится где-то, наверное, половина этого пакета. Сколько здесь? 500 грамм. Все делаю по наитию. Еще раз говорю, не промываю. Добавляю рис. Перемешиваю. И опять же минуты две пускай вам жарится. Или как это? Потушится? Я не знаю. Как правильно сказать? Итак, я забросил рис. Теперь выливаю вот эту замечательную специю. Шафран с таким замечательным цветом. Он уже настоялся у нас. Виталий, планируете ли вы использовать новый Precision, который показывали в своем недавнем блоге про бас-гитары? Он совсем не новый, он 75-го года рождения. Я его хотел засветить еще на концерте гостей с Царства теней. То есть взять два Precision Natural, вот эти цвета, которые обычный мой давнишний и новый. Но техники почему-то взяли, перепутали, взяли белые. Вот, а так в нем, да, я планирую на нем играть. Я играл в нем в клипе, который только что вышел в клипе Битва. И в дальнейшем тоже, думаю, буду на нем играть. Насколько мне известно, у вас в коллекции есть еще Warwick, Dinn и Rickenbacker. Вы можете рассказать о них и показать действие тоже? У меня нет коллекции. У меня просто есть некоторое количество очень маленьких, там 9 или 10 гитар, бас-гитар. Дина у меня уже нет. Я его продал Димону из гитарных историй. У меня есть Warwick, да, и Rickenbacker. Ну, когда будет возможность или когда представится такой удобный случай, я расскажу вам, покажу как они играют. Хорошо. Теперь заливаю это, говорят, можно водой, можно бульоном, куриным или рыбным. Мне лень. И у меня нет ни рыбного, ни куриного бульона, поэтому я заливаю водой. Приблизительно на сантиметр выше риса. Увеличиваю огонь. Добавляю кольца кальмара. Так будет нормально. Накрываем крышкой и минут 20 на среднем... Как бы... Вот у меня стоит на 6 с точкой. Нагрев. И ждем. Забыл посолить. В принципе, я попробовал, уже можно не солить. У меня соль морская, крупная, я чуть-чуть. Когда у тебя есть мидии, а мидии у меня есть, вот они там, я буду их использовать, они тоже дают соль, поскольку они уже сами по себе соленые. Ну, продолжаем ждать. Рис уже почти готов. Так, размарину я разберу. Выкладываем креветки. Сейчас красиво так. Выкладываем нити, которые я уже предварительно отварил. Сори. Кальмары я уже положил. Ну и лангустины. Они уже были готовы, поэтому я их кладу в последний момент, чтобы они не испортили. Они, в принципе, ведь уже как-то были приготовлены. Теперь у меня есть зеленый горошек. Его можно положить, не размораживая. Этот просто для красоты. Набросать его. Что-то такое... А-а-а, прекрасно. Выкрываем. Ну, еще несколько минут буквально. Режем кинзу. Можно еще. Чтобы побольше было. Ждем. 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 Уже финальная стадия. Вопрос специально для Виталия. Ответьте по возможности. В чем преимущество Precision над Jazz Bass'ом? Чем по ощущениям они отличаются? Только звуком или еще чем-то? Ну, во-первых, они отличаются звуком. Во-вторых, они отличаются формой. Они отличаются количеством датчиков. Они отличаются толщиной грифа. Ну, вообще, они очень сильно отличаются друг от друга. Я играл на Jazz Bass'е, но не много. Для меня он слишком какой-то такой громоздкий. И звук у него, наверное, может быть даже в чем-то лучше Precision. Но если ты играешь в группе с двумя гитаристами, то нужна, скажем так, неубиваемая середина. То есть вот этот датчик Precision, он неубиваем никогда, хоть за двумя, за тремя гитарами, если они будут играть одновременно. А Jazz Bass, если ты играешь с одной гитарой, то, конечно, Jazz Bass, наверное, звучит выигрышнее. У него более широкий спектр, более широкий частотный диапазон благодаря второму датчику. И, опять же, удобство. Гриф у Jazz Bass, по моим ощущениям, более тонкий. У Precision он такой более похож на ручку лопаты. А у Jazz Bass чуть-чуть поизящней. Все уже практически изготовилось. Сейчас я попробую. Да, жидкость уже вся выпарилась. Посыпаем вот такая красота. Посыпаем кинзой, допустим. Как-то так. Выключаем. Пускай настоится минут 15. Потом будем пробовать. Так, ну все готово. Все отдохнуло. Сейчас будем складывать по тарелкам. Так. Сначала. Волепродукты, которые были сверху. Можно, конечно, все перемешать, но вроде бы... Эх! Ух ты! О! Всегда говорят, получается хорошо, если получается корочка внизу. Вот я специально забыл сказать, чтобы получилась корочка. За 3-4 минуты надо прибавить огонь, чтобы было так вот. Чтобы это не просто каша такая была рисовая, а все-таки это же появление. Виталий, а как вы сам планируете проводить лето 2021 года? Я планирую его проводить в концертах. У нас наконец-то после 2020 года очень много предложений, несмотря на лето. Мне кажется, мы не один раз проедем по Черноморскому побережью Кавказа. Будут какие-то фестивали. Надеюсь, что буду сидеть в студии, заниматься сольным альбомом. Надеюсь, что будет время заняться... Ну, просто будет свободное время, чтобы съездить на аэродром, полетать, покататься на мотоцикле, провести время с семьей и собачками. Так что надежды самые радужные. Не знаю, как получится. Вуаля! Я не знаю, как по-испански приятного аппетита, но по-русски вот говорю вам приятного аппетита. Сейчас будем пробовать паэлью. Ну и уже по давно установившейся традиции, наверное, придется спеть песню какую-то. Хорошо, поем сегодня песню одной из моих любимых групп. Grand Funk Railroad. Эту группу я начал слушать давным-давно. Еще в школе. Первый раз вообще пластинку в живом виде. То есть виниловую я послушал. Это была именно пластинка Grand Funk Railroad. Тем более я был в наушниках. Я просто до этого слушал все какие-то записи на бобинах. Кассет еще тогда не было. Или были, только начинались. Это был год 1972-1973, наверное. Я послышал их первый альбом, который назывался On Time. Сразу влюбился в эту группу. В общем, Марк Фарнер один из моих любимых певцов. И сегодня я хочу у вас петь песню, которая называется Mean Mistreater. К моей большой радости. Нашел в интернете инструментальную караоке-версию такую. И вот сейчас под нее вам спою. Ну ладно, сделаем прикал. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Друг «Она арк어야 еще играет» Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Are you satisfied with the way you feel? I try hard to live without you There's so many ways I just can't help myself from thinking of you For the rest of my days Heartache is on my doorstep Won't leave me alone I just can't get used to me Now I love my own Oh, 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 oh I know all about you Your childhood days Your mom and dad Your pretty face Me and the mistreated Girl, if you need me I need you To set me free I mean I need you Maybe Hmm Why What Субтитры подогнал «Симон»